Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Дома не спит, а следит за нами Ну а может быть не вынужден, а делать с большим удовольствием Как мы, например Как это ни странно, замечательно, это правда Я стараюсь, что ваша компания составила мне удовольствие Потому что для меня впервые за долгое время Ехать куда-то, с боем брать маршрутку Вот это замечательный вид спорта Ну слушай, удалось все сделать на самом деле Маршрутка покорилась? Ну я вспомнил, да, годы студенческой молодости Когда это было в порядке вещей С утра пораньше встать и пробиваться Это было интересно Давайте начнем с, можно это назвать Курьезным случаем, наверное Ну а какой-то случай еще, конечно Но причем, я думаю, те, кто не следит Хотя, мне кажется, вчера это освещали все Даже непрофильные средства массовой информации Мурини на символическом выбрасывании Был матч Компитальной хоккейной лиги В Балашихе между Авангардом и СК Он просто подскользнулся на ковровой дорожке И упал Ну естественно, комментарий, что Так низко еще не падал Там Жозе Или достиг дна, оказавшись в России Ну это было забавно, наверное При том, что многие средства массовой информации По всей Европе Там они, у моего коллеги, который заснял все это на видео Выложил в Твиттер, просили разрешения То есть всем это нравится И в нашу эпоху это, наверное, весело Вот, упал, хихихаха Ради кликов, ради хайпа Ну это был прикольно, конечно Вот разок Ну я думаю, что Все вспомнили, что существует такой вид спорта Может быть А может быть и нет Но Но сам Маурини улыбался при этом Как он выглядел Ну а что ему еще делать Он оценил ситуацию Конечно, я думаю, с иронией отнесся Хотя, конечно, когда Вот тебе на весь мир показывают Как ты красиво навернулся Да, я думаю, что Ну мне было бы не так весело Слушай, ну хорошие сголовки могли бы быть Они наверняка были Или Маурини упал на лед в Балашихе Да Маурини в Балашихе вообще К сожалению, Балашиха нигде не фигурировала Кроме российских СМИ отдельных Просто хоккейная игра в России и все Там Дацукова поднял, да? Да, он капитаном был То есть, собственно, ты говорил, что он из-за него и упал фактически, да? Ну там рукопожатие ведь принято Могло бы было быть, да? В футболе, по-моему, после матча только пожимают тренеры А в хоккее традиция, что Ну не тренеры пожимают, а игроки, например, после матча Вот Одна команда едет навстречу другой Все пожимают друг другу руки Вот, поэтому Дацукова портинул руку Маурини там, не знаю, не удержав равновесие Хотя это вопрос, наверное, тем, кто укладывал дорожку Падать не должны Ну, кстати говоря, да Но про это никто не говорит Ну, короче, это Россия Слушайте, ну я не знаю, Россия, не Россия Но вот для нас, девушек, именно такие новости в мире спорта Как правило, актуальны И они нас интересуют, потому что здесь мы хотя бы что-то понимаем И нам весело, как минимум Ну, Юля, как-то ты меня, вроде, зачаровываешь Я думаю, тебя интересуют молодые хоккеисты, привлекательные Вот они такие все А тут Маурини, ну, давай скажем прямо Пенсионер уже пришел, все, там его позвали А сколько он, 65, по-моему? Ну, я не знаю, он помоложе 56, 56, сори Там молодых красивых хоккеисты там катаются Много неженатых Вот, видишь, Пелагея, да Вот она, представитель, музыкального цеха Нашла себе замечательного мужа Ивана Телегина Это все интересно Погоди, но ты сам мне, Михаил, до эфира сказал Так, Юль, сделаем, по-моему Сначала говорим про Маурини, а потом про Овечкина Вот я сижу, тихонечко помалкиваю, жду, когда ты дашь отмашку Разрешишь про Овечкина спросить Давай, про молодых красивых Да я тебе разрешаю, прям, можно было с этого начать Просто, как, ну, закон СМИ Ты обсуждаешь то, что было, вот, ну, уже вчера Овечкин-то был несколько дней назад Все, закон СМИ, да, честь отдали Я сейчас не понял, что это было, но оно случилось И спасибо вам за это, коллеги Вот две-три минуточки мы прервемся И снова вернемся сюда и продолжим нашу программу Стране о спорте на телерадиоканале Страна ФМ Доброго утра и еще раз Доброе утро Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Лайк Мы вернулись, собственно, к вам, друзья Стране о спорте продолжается у нас Микаэл Зислис из издательского дома Спортэкспресс У нас в гостях, ну и, пожалуйста Я умолкаю, да, у вас отдельный разговор У меня обращение к девушкам Девушки, сейчас вы услышите все, что вы хотели знать о хоккею Но боялись спросить, я не боюсь уже ничего спрашивать Михаил, ну что, вернемся к молодым, накачанным, красивым Тренеров мы обсудили Ну, Александр, да, Овечкин, он уже не такой молодой Хотя тоже накачанный Ну, красивый, это, наверное, все-таки вам судить Я про мужскую красоту не буду Я вот женскую могу оценить Ну, у мужчины главное харизма Главное вот это внутреннее стержень Как бы я так считаю Что там с его харизмой происходит? Харизм у него все в порядке Самый узнаваемый хоккеист в мире К сожалению, он, конечно, с футболом не связан Иначе был бы самый узнаваемый, может быть, спортсмен в мире Потому что таких личностей, персонал Их в профессиональном мире Спорта сейчас, ну не то, что их немного Но, вы понимаете, есть какие-то рамки общения Надо правильно говорить Там ЛГБТ мы приветствуем Против расизма Там старушку переведем, значит, за руку На зеленый свет стафора То есть ты должен быть правильным, хорошим Честно говоря, это неинтересно Надо иногда быть неправильным И даже где-нибудь, может быть, плохим Овечкин наш, он какой? Овечкин, он разный Но у него есть харизма И стержень, как ты правильно заметила Он на прошлой неделе повторил рекорд По набранным очкам для наших хоккеистов в НХЛ Естественно, он скоро побьет Рекорд кого? Давай уточним Сергей Федоров, который замечательный хоккеист Много выигрывал Сейчас он входит, какой-то он советник Игоря Ивановича Сечина Который хозяин ЦСКА хоккей Ну, в общем, это долго можно говорить Он сейчас не занимается непосредственно руководством хоккейного кулом Но у него и Игоря Ивановича хозяин много чего Поэтому, да, длинный список Александр Овечкин повторил этот результат Я думаю, скоро его побьет У нас тоже среди коллег спор Он стал после этого самым великим хоккеистом Который когда-то играл в НХЛ Я считаю, что пока нет Потому что говорить о хоккеисте, что он великий Надо все-таки после окончания карьеры Вот он скажет, все, я заканчиваю Ну, там, может, лет через пять А может, через десять, никто не знает И тогда можно сразу его признать великим, величайшим Посмотреть, сравнить А пока он продолжает играть Погоди, я погуглила, Миша Получается, на счету Овечкина 1179 очков, да? Вот так же, как у... Ты так говоришь, как будто у меня эти цифры откладываются Нет? Я не знаю У меня они отложились Ну, вот видишь, какая ты молодец Да, но пока у него не будет хотя бы на одну очку больше, как бы, да? То он не лучше Да, ну, слушай, ну, будет там объективно Если хоккей не закроют завтра, вот Тогда у него все будет нормально, он наберет Вот А ведь сейчас все заокеанские СМИ, ну, в первую очередь, свероамериканские Хоккей там базируется в основном При всем уважении к остальным лигам, которые в Европе и нашей Они обсуждают, сможет ли он в течение нескольких лет Побить рекорд самого великого хоккеиста в истории Грецкий Ой, Грецкий, да По заброшенным шайбам То есть ему надо Овечкину играть лет до 40, продолжать забивать А Грецкий до скольки, получается? Он играл до 38 лет, и он, конечно, уже после 33 лет, он уже вот так вот Сдуваться начал, это понятно Овечкин А сколько ему сейчас Овечкина? Овечкин 33 года, он уровень держит Это самая поразительная история вообще вот прошедшего сезона Когда они с Вашингтоном стали лучшей командой в национальной хоккейной лиге И он сейчас продолжает держать уровень, он лучший, но не бомбардил То есть он больше всех забивает в НХЛ и сейчас Хотя там молодые что-то стараются, но пока не дотягивают до него Вот, и поэтому все ждут, сможет ли он побить рекорд Грецкий По-моему, 891 шайбы, что ли, вот Овечкина сейчас что-то 630, по-моему, где-то так И все вот ждут, будет, не будет Вот если побьет, действительно будет величайшая кисть И поэтому пока пускай не разменивается на просто великий, да Вот пускай доберется до звания величайшего Величайшего, да Ну, твоя ставка побьет он, Грецкий? Я думаю, что нет И мне кажется, просто должна быть внутренняя мотивация Нужно ли это Александру, да Вот мы гонимся за этим статистическим рекордом, все это здорово У него родился сын, он стал чемпионом, да Он шел очень долго к этой цели Ну, жизнь удалась, ведь, ну, не только состоит жизнь из-за того, что вот Бегать, забивать Побеждать, побеждать Может быть, он хочет после хоккея, ну, оставаясь в хоккее Стать, там, не знаю, каким-нибудь генеральным менеджером Или министром спорта, а почему бы и нет? Ну, ему рано еще об этом думать все равно А почему рано? Нормально, нормально На перспективу думать Михаил Зислис Я предлагаю перерваться вновь Минуточки 4 у нас перерыв И мы вернемся и продолжим программу «Стране о спорте» Страна ФМ и Спорт Экспресс представляют Стране о спорте Лайк Доброе утро, все мы вернулись Снова продолжаем программу «Стране о спорте» на телерадиоканале «Страна ФМ» С Михаилом Зислисом Он сегодня у нас в гостях Ну, вот, немножко наехал на меня Миша в начале программы Что я там вот что-то как-то по тренерам 56-летним прошлась А я возьму еще моложе 33-летнего Овечкина мы обсудили А теперь давай вот 20-летнего вратаря Который крушит рекорды Удивляет сейвами Собирает награды Что это такое за явление? Кто это? Картер Харт Все о нем пишут сегодня Это ладно Ну, слушай Во-первых, это не наш вратарь Я всегда на первом месте Я человек Можете задать меня ватником Там, патриотом Как хотите Всегда наших надо поднимать Потому что пускай Картер Хартов поднимают В Филадельфии, за которой он играет Значит, наши коллеги США Канады, потому что он канадец Но Ну, неплохой вратарь Все, короче Не будем обсуждать картер Харта Нет, но у нас просто куча своих молодых вратарей Которые играют в НХЛ Играют здесь У нас есть, например 20-летний Илья Канавал Сейчас играет в Ярославе Очень крутой вратарь Как вам видео-нибудь Ты знаешь Канавалу? Слышала Вот, видишь, не знаешь А он есть Вот, поэтому Давайте пока этих Хартов Оставить в покое Да, есть у нас Он там какой-то рекорд в Филадельфии Но это Настолько, мне кажется Это, ну, только болельщикам Филадельфии интересно Но он потом молодой еще сильный Да, мне До 20-го года 20 даже, по-моему Вот, и Филадельфий неожиданно выиграл 8 матчей подряд Командный играл очень плохо И, ну, я думаю, в плов они вряд ли попадут Но вот они там Ой, Хартовый какой замечательный У нас есть свои ребята, свои герои И все Зачем нам следить за какими-то Хартами? Слушайте, я посмотрел сейчас в перерыве Сколько осталось Овечку, ну, до рекорда грецкими Там считали, не посчитали Ну 294 ровно Это немало Ну, если он заговорит за сезон по 40-50, конечно, немало Но почему-то все настроены оптимистичны А почему бы нет? Ну, посмотрим просто Александру надо ли до 40 лет играть, бегать, чтобы побить рекорд Ну, не знаю Ну, теоретически на это может уйти при самом хорошем раскладе Мне кажется, лет 6 Ну, так в среднем Надо понять, что у тебя не будет травмы Ну, да, да С возрастом, тем более лига это молодых Там дикие скорости, много силовых единоборств Организм уже немножко другой Настроение должно быть играть, да? Ну, конечно, тут главное Есть у тебя желание, как говорится, и дальше Ну, мне показалось, что он вот выиграл в прошлом году И у него мотивация появилась Вот когда Кубок Стэнли, ты имеешь в виду? Да, выигрывают Вот я со спортсменом многим общался И ему хочется еще Вот именно, чтобы почувствовать эти эмоции Эти моменты Ведь, ну, ты видела, все видели Как он там спал с кубком Стэнли Там купался в фонтане Красиво Вот ему хочется снова искупаться в фонтане Ощутить, да, вот это вот? Конечно Это и парида вообще чумовая Какое оно за кулисье жизни Овечкина? Потому что мы, ну, мы девочки Давай так буду обобщать Смотрим на него, думаем Ну, вот везет парню Классный, мощный Все у него получается Так он пашет же, наверное, реально Конечно, я вот общался летом с его тренером по физподготовке И там он рассказывал, что делает И мы все так немножко относимся Вот спортсмены получают большие деньги Там ни за что Ничего не делая, да Но я всегда говорю То есть, может быть, конечно Там, если мы берем Россию, да Где все-таки они не отбиваются В отличие от Северной Америки То есть там тут у нас в основном меценатство, да Там «Газпром» условно дает на «Зенит» Но «Зенит» не прибыльный клуб Потому что мы ходим на зарплаты Там надо стадион поддерживать И так далее, и так далее В каком-то состоянии Который в аренду за рубль отдали Но у тебя там 20 матчей в году Остальное время он простаивает Но вот что же надо там Чтобы где-то отапливать Все эти помещения убирать И так далее, и так далее Поэтому спортсмен Я знаю примерно какой образ жизни Вот никто же вам не мешал в детстве Заняться спортом, пробиться И потом вы бы тоже ходили со мной Рассуждали, я такой крутой Но ведь вы этого не сделали Поэтому осуждать за то, что ему платят Там люди, которые зарабатывают деньги Я не буду А то, что они вкалывают очень много И они лишены нормальной молодости То есть, ну вот, например Мы можем, когда студенты Забить на лекцию, да На семинар пойти потусить Погулять Под утро лечь спать Да, там, значит Выпить все, что горит Вот Здесь они тоже выпивают все, что горит Но у них нет такой возможности Вот так вот Гулять на всю шартовскую душе Каждый день Мне кажется, главное отличие Хоккеистов от футболистов Потому что футболисты до сих пор себе позволяют И получают тоже немаленькие деньги Знаешь, футболисты играют раз в неделю Да, вот Хоккеисты чаще играют И если хоккеисты играли бы реже Я думаю, что они зажигали бы так Было бы то же самое, да? Но они и так зажигают Просто мы об этом не говорим Но я всегда вот говорю Есть старая присказка, да? Почему у хоккеистов трусы длинные А футболисты короткие? Ты же знаю Нет, нет, скажи Слушай, я тоже не знаю Потому что хоккей играет настоящий мужчина Браво лишь Поэтому спортсмены, они вкалывают Каждый как бы делает свой выбор Мне не очень нравится, что, например, они идут в политику Сразу после того, как закончили карьеру Это неправильно Потому что, знаете, получить образование Чего-то там научиться Там еще Кроме того, что там, не знаю, бросать шайбу Или там метать копья Слушай, а давайте вот на политике остановимся сейчас Вот так-то Давайте А пора продолжим мы потом Да, у нас небольшой перифер А давайте, и на трусах тоже Ну что ж, сегодня корреспондент издательского дома «Спортэкспресс» Михаил Зислис доказывает, что женщина и спорт – это совместимо Вы что, доказываете не только в эфире, но и тогда, когда вы слушаете и смотрите песни и клипы У нас все это тоже происходит Да, мы многое, что сейчас обсудили, пока вы нас не слышали И я хочу сосредоточиться, наверное, на чемпионате мира по хоккею, который будет в мае Но прежде я скажу, что я знаю, Миша, я знаю, что будет в конце февраля какой-то чемпионат мира у нас, по-моему, по лыжным гонкам И еще будет в марте чемпионат мира по фигурному катанию Правильно? То есть у нас впереди три чемпионата мира по зимним видам спорта Да Могу сказать, что лучше, конечно, присутствовать вживую Даже на лыжных гонках Я всего был один раз в жизни на Олимпиаде Причем это был 50 километров гонка Приехал, смотришь, они бегут круги У них там 10 кругов по 5 километров в Сочи Пошел, там что-нибудь сейчас съел, покушал, там солнце, хорошо То есть можно ходить в футболки А глинтвенчик Ну все-таки мне надо было работать Конечно, хотелось Погоди, надо денежки заработать, чтобы на такое мероприятие отправиться Вот в этом надо в Австрии, по-моему А это в Сочи было или где? Ну когда на Олимпиаде в Сочи, да, в 14-м году Я хочу сказать, что это прикольно И вот смотреть вживую, вообще любой вид спорта Это, не знаю, гораздо более интересно И вот те же лыжи там, ну понятно, ты выпил Там вот они проносят с ним тебя Кто-то там что-то кричит И Марио, типа давай, давай Вот, в общем, хорошая погода еще стоит Ну вот солнечный, там снежок Это все замечательно, здорово Поэтому я, конечно, радуюсь за то, чтобы люди поехали в Братиславу На чемпионат мира Он начинается в середине мая В этом году Это мы о хоккее сейчас говорим Ну конечно, ну я за хоккей всегда Очень крутой будет турнир Потому что начинается как никогда поздно И многие игроки из НХЛ То есть у них закончится плей-офф То есть там останется, по-моему, 4 команды Игроки которых не смогут приехать Потому что они будут от них параллельно игр Остальные все смогут приехать И будет... Ну конечно, не все приедут, да Там кто-то хочет отдохнуть Кто-то устал от сезона Что значит кто-то хочет отдохнуть? Это чемпионат мира, камон Ну слушай, вот видишь, мне нравится Вот этот замечательный подход, справедливый Можешь себя тренером сделать, слушай, мне кажется Вот, кстати, у нас на матче звезд были девушки-тренеры Вот, присутствовали Где-где-где были девушки-тренеры? На матче звезд Канитальной хоккейной лиги Второй год подряд Там вместе... Ну то есть там 4 команды И тренеры, то есть реальные и настоящие Ну помощники у них девушки были Корреспондентки телевизионные И были в прошлом году и в этом То есть они, конечно, эксплуатировали свою сексуальность Я хочу сказать Но это тоже неплохо Я могу и мозг эксплуатировать Не только вот эту самую сексуальность Так, мозг мужчинам не надо эксплуатировать А у нас сейчас реально спортивная программа, да? Может я что-то... Вы разгарили, причем, Кутузов На пике, я даже сказал Вы представляете, вот середина мая Уже тепло, Словакия, море пива, хоккей Я не знаю, дает ли Овечкин или нет Потому что им, конечно, хочется выиграть еще раз кубок Стэнли Но если уж никто на ней получится И он вылетит раньше Знаете, Овечкин приедет, ведь тоже здорово Почему нет? Да я думаю, что этого ждут все Малкин приедет к нам, нет? Ну я не знаю Опять, зависит от состояния здоровья, да И как их клуб далеко пойдет или нет в плей-офф Но в любом случае, даже если не будет, все равно круто приехать Фактически летом в Словакию Пиво, можно съездить в горы, можно отдохнуть красиво Ты так рассуждаешь, как будто это курорт какой-то, знаешь, чемпионат мира Слушай, ты когда-нибудь была на чемпионате мира в любом? Фактически так и есть, Юрий, конечно Там замечательная атмосфера Вот мы все видели, когда был футбол чемпионат мира здесь, в России Видели, какая здесь атмосфера Ну да Конечно, все там эти болельщики из Латинской Америки и так далее, и так далее Но поверьте, своя аура и у хоккейных чемпионатов мира Это когда тоже все друг друга рады видеть, обнимаются Обратаются, там, давайте, мы вам нальем, мы вам нальем Все замечательно, все хорошо, все красиво Вот, поэтому приезжай на чемпионат мира Слушай, я хотел вот о чем спросить, параллельная тема Но она хоккейная, естественно, тоже Я не очень внимательно слежу, честно, признаться, за Малкиным Но понятно, что у Овечкина просто грандиозные успехи Вот как-то Малкин подстал в последнее время вообще, да? Я даже не знаю, с чем связано Может все-таки... Рождение ребенка тоже не нужно Потому что у него был период, когда он был в топе реально Вот сейчас как-то сейчас спокойно Сезон начал очень круто, а потом что-то с ним происходит Я слышал такой вариант, что там что-то связано с личной жизнью Я даже не знаю, там Вот если что-то там, ну не знаю, может даже просто ссориться Или какое-то недопонимание Это все вещи очень сказываются именно У тебя голова другим забита, ты не можешь себя оточиться А Малкин именно такой игрок, который... Чувствительный очень, да, мужчина? Да, он все через это проходит И если вот что-то у него не идет Прям заметно, как он реагирует Как он после матча общается Как он себя на льду ведет Значит, что-то может быть там... Я не знаю, в чем причина, да? Может там это не связано с личной жизнью, а с чем-то еще Но явно голова у него не только о хоккее Если вдруг это связано с личной жизнью Хочется обратиться к его жене Анечка Кастерова Мотивируй, пожалуйста, мужа Мы вот не слышим ничего о Малкине А хотелось бы, красивый парень А что сейчас было? Не, ну все правильно У нас был интервью с Анной Кастеровой Перед Новым годом Кстати, конечно... Ты много обо мне не знаешь, Кутузов Вот, теперь уже да Ну, посмотрим, может быть... Я не знаю Ну, мне кажется, что может быть с этим Да, может, я ошибаюсь, что там, например, все хорошо Но, может быть, что-то вот мешает Потому что спортсмен, он не должен вообще Не думать больше ни о чем Кроме, там, не знаю, клюшка, шайба, мяч, там, ракетка и так далее Слушай, ну вот смотри, кстати, извините, пожалуйста, Юль Малкин там в НХЛ, в Америке, да, у нас Капризов Как он начал шикарно И у меня тоже ощущение, что потом как-то, да, вот... Да нет, Капризов, по-моему, играет круто Он у него идет лучше Возьмут его сборную? Я думаю, что да, он там сейчас из русских игроков больше всех забил в сезоне И, как бы, ну, если брать результативность, сравнить с прошлым годом Он играет лучше и, как бы, ну, вырос он во всех смыслах Поэтому, говорит, что что-то Капризов Не знаю, просто мы больше говорим о Маурине, который падает, чем о Капризове, который забивает Это такие диванные критики, да? Чет Капризов уже не то, да, начинается? Да ладно, ну, он как раз тот еще Прекрасный, красавец парень Подожди, а где он сейчас играет? ЦСКА ЦСКА Да, и не женат, вот, сообщаю, для женской половины Те, кто смотрит и следит Я смотрю, мне нравится подход, Михаил, здесь ли с экспортом То есть, как бы, у тебя спортивная часть это одно Ну, ты же говоришь, почему девушек спорт привлекает? Именно поэтому, конечно Ну, вот это почему и нет Нет такой девушки, которая не мечтает выйти замуж за футболиста или подающего надежда хоккеиста А футболистов не надо вот сейчас приводить, да, которые падают, симулируют, там, вот, не надо Ты хотел, чтобы, знаешь, вот, будут всегда симулировать, но зачем это? Нет, нет Ты Роналду имел в виду сейчас, признаюсь честно? Роналду Ну, окей, ладно, я не спрашивал ничего Не трогайте Криштьяна, у него день рождения сегодня Да, кстати, да Ну, не буду там про все говорить, но мне кажется, что это вот для многих пример именно профессионализма Касательно даже вот не просто спорта, а отношения к саму делу Посмотрите, в какой он форме, как он вкалывает, там, да, где-то стиль игры, может быть, кому-то не нравится Или вот там манерный он такой очень, там, весь, на Бриолинина и на Гелиной Но он профессионал, у него смотришь, там, одни мышцы Он показывает результат на протяжении многих лет, хотя мы уже за 30, то есть, ну, молодец Достойного уважения, да, согласна с тобой Нет, тут вопросов нет Я скажу, чтобы звонить свои любимые слова Друзья, мы прервемся прямо сейчас, есть несколько минут, вернемся и продолжим Ну что ж, благодаря нашему гостю Михаилу Зислису, корреспонденту издательского дома Спорт-Экспресс Множество новых слов сегодня узнала я и, думаю, вы, наши дорогие слушатели и телезрители И вот еще одно словечко у нас на повестке часа Супербол Мега крутое мероприятие, которое состоялось в Америке За кадром уже мне Михаил рассказал, в чем там суть Давай еще раз для наших слушателей Ну, это американский футбол, конечно, это локальный вид спорта Потому что он нигде особо не упулярен за пределами именно Соединенных Штатов Америки Но Супербол — это фактически финал Встречаются две лучшие команды в сезоне И, ну, это, не знаю, это самое кассовое, самое обсуждаемое, самое громкое событие В Северной Америке, именно в США, если мы берем, то есть, если брать все лиги, там, все виды спорта Типа Оскара футбольного? Ну, все-таки Оскар — это церемония, вручает А здесь у тебя спортивные состязания Но шоу-бизнеса там не меньше Во-первых, там стоит реклама, стоит несколько миллионов долларов эти 30-секундные ролики И вообще попасть в этот слот, это очень престижно Во-вторых, там выступают в перерыве, там были раньше там Леди Гага, Бейонс То есть там сейчас Марун и Файф выступали, тоже считается круто Вот какое там шоу именно в перерыве, это тоже все обсуждается То есть там дикие рейтинги Ну, во-первых, я как раз тоже хочу подчеркнуть, что в отличие от остального профессионального спорта Северной Америки Где там куча матчей, там 60, бейсболи, вообще 140 за сезон Здесь всего 16, плюс 4 игры плей-офф Если команда шла до финала, вот она получается 20 матчей сыграла Это все обсуждается, это круто Выиграла команда New England Patriots А ее, значит, квотербек, ну, проще говоря, разыгрующий Стал в шестой раз обладателем супербола В общем, легендам, 41 год Все это замечательно здорово А те игра была, конечно, не очень Я хочу к чему сказать, что американцы молодцы Они раскрутили этот турнир В принципе, он, не знаю, он локальный, да, он только для Америки интересен Но они сделают, что он... Мировое событие, да, фактически? Да, что вот это все смотрят... Что мы сидим и обсуждаем его сейчас Да, и мне хочется, чтобы у нас также было отношение к спорту Попытаться какое-то сделать, не знаю, событие Раскрутить, сделать его престижным Даже можно в рамках футбола Там какой-нибудь суперкубок двух столиц, там, Спартак, Зенит Что-нибудь в хоккее такое устроить, вы все видели Замечательный был матч на открытом воздухе Когда было 60 с лишним тысяч Какие-то вещи делать регулярными, престижными Призовой фонд Там полгода идет подготовка, обсуждается Ну, опять же, я все-таки не маркетолог Я не слежу, но Мне нравится здесь, что американцы Вот из своего локального события Сделают, что это вот всемирное Вот вы ничего не понимаете Это главное событие в мире спорта Года там, ну, чемпионат мира футбола Еще ничего там рядом, да Вот и все Они молодцы, рубят на этом деньги И продвигают это в свои массы Тем более мы были свидетелями, да Этим летом, как спорт вообще сплочает нашу нацию Да, и как мы все объединились и кайфовали Хорошо, что мы куда-то прошли А если бы проиграли бы Ну, в принципе, тоже сплотила нацию Как говорится, в своем негодовании бы Так что у нас в любом случае Мы бы в любом случае были бы, да, сплоченными Но вот действительно такого мероприятия В нашей стране не хватает Чтобы билеты не достать, да Чтобы там Лобода, Полина Гагарина, Белан Ну, Лободу я бы все-таки Нет, но я все-таки Каких-нибудь рокеров туда забацал Не знаю, кого, чего Вот, там, не знаю Ну, Ленинград у нас есть Могли бы, да, выступать там Ну, в первую очередь, кстати, нормально бы Ленинград выступил вполне Выступил бы шикарно Да, там, куда-нибудь Сейчас я сижу и думаю Слушаю вас, думаю Почему идея никому это в голову не пришла Вот, вот, я тоже не понимаю Реально было бы круто Ну, правда, да И на этом заработать много можно Этим надо заниматься И к этому надо стремиться Но, то есть Это событие, оно особенное У нас, вот, когда хоккей У тебя 62 игры Плюс плей-офф Да, плей-офф это особенный Но остальное, ну, игры Они не имеют такого значения В футболе Все-таки матчи поменьше Они имеют значение Но все равно как-то можно было Ну, как-то вот Ну, по крайней мере Что-то попытаться сделать То есть надо, чтобы было Немного игр, вот, как в Супербол Да, чтобы каждая игра Имела значение Была такая вот С перчинкой В футболе все-таки это имеет значение Да, но все-таки какие-нибудь Два самых медийных клуба Там, постараться Да, вот, на данном этапе Понимаешь, это Спартак-Зенит Москва против Санкт-Петербурга Там, не знаю Две столицы, да Газпром против Лукуэлла Слушай, ну футбол у нас В любом случае соберет Огромное количество людей Вот, здесь можно сделать Мне кажется, да Ну, что-нибудь придумать Тем крутая вообще, да Может, как-то нам подумать Надо этим Внутри, давайте сообразим Действительно Денег заработать После эфира Ну, скажем, начнем, конечно Мы с этого сначала А потом решим Всегда же позитивно Все умные мысли приходят Именно в процессе Не против вообще Слушай, а почему Мне интересно стало Почему американский футбол Он не перекинулся На другие континенты? Ну, во-первых Есть регби И регби Он популярнее Американского футбола И хочу сказать Что в той же Великобритании Он популярнее, я думаю Ну, может быть Даже популярнее Чем футбол И там И во Франции Ходят на регби Собирают огромные стадионы И лично мне регби Нравится больше Ну, вот Ну, поэтому Мне кажется, что Тут попробуй Тут Хотя Ну, как говорится На чужую территорию влезть Хотя Некоторые матчи регулярно сезон А их всего 16 То можно спокойно Вот в Лондоне Не помню, какая команда Она Там три года подряд Что ли там играла Или там разные Вот сейчас боюсь ошибиться Вот они играли в Лондоне На Уэмбле Тоже там приходило Куча народу Садим всем смотреть Опять же Это хайп Это шоу Это все здорово Хотя Мне кажется Чисто как спорт Ну Мне регби нравится больше Да, вот и все Я главное, что поняла Из твоих слов Миш, что нам в стране Не хватает шоу В наших видах спорта Ну, у нас Понимаешь, у нас все-таки традиция Спорт — это спорт Это серьезно Да, мне кажется, что Тут всегда нужно Хорошее сочетание шоу И спорта И бизнеса Ну, хотелось бы, да Не просто деньги так выкидывать Ну, к этому все равно Мы идем Приходим То есть мне Некоторые вещи нравятся Которые у нас пытаются Там делать Там всяких Как-то Бузовых Потягивать Кого-то еще Вот, вот, вот Ну, понимаешь Когда Бузова И просто там Какой-то танец Танцевали на хоккей Или что-то еще Это не то Вот если она Вот мне понравился Был матч Лос-Анджелеса Хоккейного Слушайте, у нас буквально 15 секунд остается Да, пришел рэпер этот Снупи Доги Дог И он там даже прокомментировал Половину периода Очень прикольно В таком темпе Практически, как читай рэп Было очень прикольно А мы Басту можем пригласить Миша, спасибо тебе огромное Михаил Згислиц был у нас в гостях Сегодня прощаемся с вами До завтра Юлия Егорова Влад Кутузов Пока-пока Хорошего вторника Пока Страна ФМ и Спортэкспресс Представляют Стране о спорте Лайф